По словам зрителей, присутствующих на трибуне, качество льда в Гренобле было отвратительным. Болото, лужи, огромные дыры. Подобные замечания, кстати, были и два года назад, когда здесь выступали Алина Загитова и Алена Косторная. Про огромные лужи на ледовой арене тогда не пошутил только ленивый. Очень жаль, что за столько времени здесь ничего не изменилось. Видимо, это особенность ледовой арены. Насколько сложнее фигуристам было выступать на таком льду, могут сказать только сами спортсмены, но они слишком воспитаны и деликатны, чтобы предъявлять претензии организаторам. По итогам короткой программы у женщин на пятом этапе Гран-при в Гренобле лидирует Анна Щербакова, на втором месте с небольшим отставанием идет Алена Косторная. Ксения Синицына занимает третью позицию. Приятно видеть россиянок на трех лидирующих позициях. Будем надеяться, что и после произвольной программы турнирная таблица кардинально не изменится. После короткой программы у женщин больше всего внимания привлекала к себе действующая чемпионка мира, ведь во Франции состоялась премьера ее короткой программы. Презентация прошла успешно, что сразу же отразилось на второй оценке фигуристки. В компонентах судьи поставили 36,34 баллов против 35,64 в Будапеште и 34,82 в Турине. Положительную оценку Аниной программе дали и иностранные эксперты. Например, американский журналист Джеки Вонг написал в своем твиттере. Новая короткая программа Анны Щербаковой нравится гораздо больше, чем та, с которой она начала сезон. Она намного более динамичная и современная. 10-кратная чемпионка Италии в танцах Матильда Чича восторженно отозвалась о новой программе. Фантастически, чудесно, идеально, отличное катание, отличная скорость, отличная интерпретация, отличная музыка, идеальные прыжки, красивое вращение. Я в восторге. Приятно смотреть, как она катается. Браво! По словам Матильды, ее сложно удивить, но Аня смогла это сделать. Чича уверена, такая программа однозначно должна помочь фигуристке на Олимпиаде. Но сначала, само собой, туда надо отобраться. Немаловажно и то, что российским болельщикам новая короткая программа пришлась по душе. Подавляющее большинство отметили, что на этот раз выбор музыки оказался удачным и идеальным для звучания на Олимпийских играх. Даже те, кому нравились восточные темы в победительнице Песчаной Бури, признают, что новая постановка звучит более выигрышно. В музыке присутствует нерв, который держит зрителя в напряжении и ведет за собой. Впервые в осуждениях люди начали оперировать такими понятиями, как Олимпийская программа, что уже говорит о многом. И дело здесь не в том, что Щербакова все заочно отправили в Пекин, а в самой программе и ее потенциале. Однако, касательно темпа и быстроты фигуристки, люди разбились на два противоположных лагеря. Одним кажется, что выборная композиция слишком стремительна, и Щербакова не успевает за музыкой, несмотря на всю свою музыкальность. Другие же, наоборот, считают, что Анна отлично выдерживает темп, не вязнет и сливается с музыкой. Для первого выступления с новой программы все получилось отлично. Фигуристка продемонстрировала высокий уровень презентации, постановка заиграла с первого раза. Учитывая, что программа накатывалась меньше двух недель, Аня справилась выше всяких похвал и не выпадала из образа ни на секунду. Были некоторые моменты, где не хватало большего единства фигуристки с музыкой, но большую часть программы Аня отлично вписывала свои движения в музыкальные акценты. Про прокаты Щербаковой никогда нельзя сказать, что она едет поперек музыки или что музыка ей мешает. Анина музыкальность была и остается одним из главных козырей фигуристки. Аня очень четко расставляет акценты движением рук и всем корпусом, где нужно ускорялось и выглядело стремительно. Даже вращения под энергичную игру скрипки смотрелись весьма эффектно. У программы большой потенциал, к следующим стартам она наверняка станет еще краше и выразительнее. Смена короткой программы абсолютно оправдана. Жаль, конечно, что эта идея и музыка пришла не летом, а только сейчас. Но время до главных стартов еще есть, она должна успеть накатать программу к чемпионату России. Разберем немного сам прокат Щербаковой. Аня наконец-то за свою короткую программу набрала приличную оценку. Почти 78 баллов. Это не ее максимум, но лучший результат в сезоне. Все прыжки докручены, а не прыжковые элементы исполнены на максимальный четвертый уровень. Единственные, судьи были не слишком щедры в выставлении Гое. Например, первый судья из США поставил Ани плюс один за вполне себе приличный каскад. Впрочем, этот судья был суров ко всем. Даже Алене Косторной за ее шикарнейший флип тулуп дал лишь плюс два, когда другие не жалели ставить плюс четыре, плюс пять. За вращение прыжок в Лебелу Аня тоже получила довольно скромный Гое в целом. Потери в баллах, конечно, крошечные, но именно из этих крох на всех элементах может в итоге набежать несколько баллов. В короткой программе Анна впервые за долгое время решила отказаться от ритвового каскада и прыгала тройной лут с тройной тулуп, в то время как на тренировках в прогоне делала Луц Риттбергер. Как признала сама фигуристка, идея изменить каскад пришла во время утренней тренировки. Нужно было больше сосредоточиться на движениях в программе, а ритвовый каскад требует большей концентрации. Кроме того, на шестиминутной разминке с каскадом тоже возникли проблемы. В следующий раз мы, скорее всего, снова увидим привычный набор в короткой программе, просто сейчас перед Аней стояли немного другие задачи, а ставка на чистый прокат с небольшим упрощением сыграла только на руку. Алена Косторная тоже не стала рисковать и отказалась от тройного акселя в короткой программе. Разумное решение, если учесть тот факт, что в Гренобле этот прыжок у нее совсем не шел. Лучше сделать красивый и надежный двойной аксель, чем получить большие минусы на тройном и смазать впечатление от программы. Музыкальное сопровождение не всем оказалось по душе, особенно в начале программы, где приходится внимательно прислушиваться, иначе кажется, что фигуристка катает в тишине. Вторая половина звучит лучше и бодрее, а вот подача Алены, настроение, с которым она катает свою короткую программу, вызывает восторг. Она здесь очень легкая, игривая и кокетливая. Этот образ фигуристки отлично подходит Алене. Когда она так вкладывается в прокат и не выглядит отрешенной, получается здорово. Порадовали и оценки Алены. В компонентах ей поставили 35 и 26 баллов. Это чуть меньше, чем было в Финляндии в начале сезона, но уже хотя бы не удручающий 34 и 11, как в Канаде. По крайней мере, говорить о том, что фигуристка потеряла любовь судьи, сейчас точно не приходится. Например, американский журналист Филипп Хёрс считает, что Алене во Франции могли бы дать и больше баллов. Возможно, я плыву против течения, но мне очень нравятся обе части программы «Косторной. Нью-Йорк, Нью-Йорк». Думаю, что ее компоненты в представлении по 8,93 в каждом могли бы быть выше, написал Херш в своем твиттере. Наверное, компоненты Алены и правда могли бы быть больше, хотя бы немного. Но, скорее всего, и дальше она продолжит также хорошо катать и прибавит. Тогда и оценки будут идти вверх. Теперь самое главное испытание на выносливость, прокат произвольной программы. Хотелось бы, чтобы фигуристка там тоже не выпадала из образа и не забывала о презентации, как на предыдущих стартах. Самой недооцененной фигуристкой в короткой программе оказалась третья россиянка Ксения Синицына. Ксюшу очень сильно обделили в компонентах, хотя откаталась она чисто и смотрелась весьма неплохо на льду. Возможно, первый стартовый номер так повлиял на оценки, но даже на первом этапе в США Ксении дали больше баллов, чем здесь. Хотя показалось, что фигуристка наоборот в Гренобле смотрелась лучше, прибавила и в выразительности и в катании. Заток Ксюша может похвалить себя за вращение. На двух из трех прыжок в лебелую и заклон спортсменка получила самые высокие надбавки, опередив Алену Косторную и Аню Щербакову. Продолжение следует...